МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Если не бегаешь, пока здоров, придется побегать, когда заболеешь", говорил Гораций. А Гиппократ добавлял, что главные три врача в жизни человека – это спорт, правильное питание и умеренность в этом питании. Здравствуйте! Сегодня в программе «Тело человека» мы будем говорить о здоровом образе жизни, о правильном питании с точки зрения врача-гигиениста. А пока предлагаю небольшую историческую справку. В древности такой проблемы, как лишний вес, особо и не было, так как питание наших предков было довольно скудным. А вот после окончания глобальных войн, когда в жизнь вошли сытость и разнообразие, и появилось такое понятие, как полнота и ожирение. Да и полнота в древние времена считалась скорее символом достатка, богатства, чем каким-то изъяном. Не существовало глянцевых журналов с худыми моделями, диктующими моду на 90-60-90. Вождей и царственных особ откармливали и перегли от физических нагрузок. Например, Екатерине II из-за ее чрезмерной худобы пришлось поправиться, чтобы соответствовать статусу невесты императора. И лишь прибавив несколько килограммов, она пришлась ко двору и обвенчалась царем. А вспомните индийских или египетских танцовщиц, живот и бедра которых всегда были внушительных размеров. И если это история про эстетику восприятия, то тот факт, что лишний вес – прямая угроза здоровью, никем еще не опровергнут. А сейчас самое время представить наших сегодняшних гостей. Сегодня о нюансах правильного питания мы будем говорить с врачом-гигиенистом, старшим преподавателем кафедры общей гигиены, экологии и радиационной медицины Гомельского государственного медицинского университета Марины Анатольевны Чайковской. Здравствуйте. А помогать нам будут двое студентов Гомельского государственного медицинского университета – это семейная пара Вероника и Роман Булавко. Здравствуйте, ребята. Ребята, мы традиционно нашу передачу начинаем с первого вопроса для вас. Он будет из истории медицины и в то же время связан с правильным питанием. Он уже готов. Внимание на экран. Как и многое в медицине, такое направление, как диетология, появилось во времена Гиппократа. И изначально диеты были частью терапии, а не дорогой к стройному телу. А какие еще известные личности внесли свой вклад в развитие диетологии как науки? И чем они прославились? Это вопросы для вас. Ребят, для вас прозвучал первый вопрос. Вы пока покопаетесь немножко в истории, найдите на него правильный ответ. А мы начнем наш разговор. Марина Анатольевна, скажите, пожалуйста, что такое здоровое питание с позиции врача-гигиениста? Здоровое питание имеет ряд синонимов. Правильное, рациональное, сбалансированное, адекватное, оптимальное. Рациональное питание от латинского слова «рационализ», что означает «умный», «осмысленный». То есть это правильно организованное и своевременное снабжение организма хорошо приготовленной пищей, содержащей все питательные вещества в необходимом количестве, сбалансированной по биологически активным компонентам, которая покрывает все суточные энергозатраты организма и обеспечивает полноценную жизнедеятельность организма. То есть здоровое питание является неотъемлемой частью здорового образа жизни. Оно помогает поддерживать гармоничное развитие подрастающего поколения, поддерживать высокий уровень работоспособности взрослого населения и активные уровни жизни лиц пожилого возраста. Таким образом, рациональное или правильное питание необходимо для всех возрастных групп. Очень большое такое всеобъемлющее понятие вы нам дали. Скажите, пожалуйста, а все-таки какие основные принципы этого самого правильного питания? Можно выделить следующие принципы правильного питания. Первый принцип – рацион питания должен соответствовать суточным энергозатратам организма. То есть энергия, которая расходуется организмом на все виды жизнедеятельности, должна адекватно компенсироваться энергией с потребляемой пищей. То есть соответствующий энергетический баланс должен соблюдаться. То есть если это равновесие нарушается, то это может привести либо к недостатку, либо к избытку массы тела. Во-вторых, рацион должен быть в количестве, необходимом для физиологической потребности организма. То есть он должен быть как качественно сбалансированный, так и количественно сбалансированный. То есть питательные вещества должны быть представлены разнообразным продуктом питания. Оптимальное соотношение белков, жиров, углеводов один к одному, к четырем по массе. То есть если мы говорим, например, про содержание белков животного происхождения, то для взрослого человека рекомендуется более 50% от общего количества белков животного происхождения. Если мы говорим по энергетической ценности, то здоровый рацион должен составлять 11-13% белков, около 30% жиров и остальная часть на углеводы. Пища, конечно же, должна быть безупречной с точки зрения санитарно-эпидемиологического отношения. То есть она должна быть безопасной и безвредной. Рацион питания должен соответствовать физической активности, профессиональной деятельности человека. Кроме того, немаловажным является режим питания, то есть кратность приема пищи, интервалы между приемами пищи. В настоящее время наиболее физиологически обоснованным является четырехразовое, либо пятиразовое питание с интервалом между приемами пищи не более четырех часов. То есть может быть два варианта по энергии. То есть первый вариант – это, например, первый, второй завтрак, обед, ужин. И второй вариант – завтрак, обед, полудник и ужин. То есть если мы говорим о первом варианте, то, например, 10% идет на первый завтрак, 15% может быть на второй, на обед – 45% и ужин около 20-25%. Если мы говорим о втором варианте, то тогда завтрак – 15%, обед – 45%, полудник – 10-15% и ужин – 25%. Но, конечно же, тут необходимо учитывать индивидуальные особенности человека. Марина Анатольевна, многие считают, что жиры надо максимально ограничивается, некоторые говорят, что можно спокойно без них вообще остаться, то есть отказаться от них. Насколько все-таки жиры нужны в нашем рационе? То есть мы услышали это соотношение, но вот для чего нужны жиры? Есть, скажем так, такой миф, что нельзя употреблять в пищу продукты, богатые жирами, особенно для тех, кто хочет снизить свой вес. На самом деле это миф. Жир является необходимым компонентом любого рациона на человека, и полностью отказ от жиров может привести к неблагоприятным последствиям для состояния здоровья. Во-первых, это потеря энергии, так как жир является главным энергетическим поставщиком нашего организма. При расщеплении одного грамма жира выделяется 9 килокалорий энергии. Соответственно, потеря энергии будет сопровождаться снижением работоспособности, головной болью, утомляемостью и вплоть до хронической усталости. Кроме того, конечно же, жир является главным структурным компонентом клеточных мембран. И поэтому полностью отказ от жиров приведет к, скажем так, преждевременному старению кожи, выпадению волос. То есть человек, который полностью лишит себя жиров в рационе, он сможет через некоторое время наблюдать, как кожа станет сухой, потеряет свою упругость и впоследствии появятся преждевременные морщины. Ну а с возрастом человека вообще процессы обновления клеток замедляются и, соответственно, тоже необходимо повышенное содержание насыщенных и полиненасыщенных жирных кислот для такой возрастной группы. Ну и, конечно же, заболевания сердечно-сосудистой системы, болезнь Альцгеймера. Жиры являются поставщиком жирорастворимых витаминов группы А, Д, Е и К. Соответственно, недостаток жиров приведет к гиповитаминозным состояниям данных витаминов. Поэтому продукты богатые жирами нам необходимо употреблять в пищу. Но все жиры делятся, условно говоря, на полезные и, скажем так, неполезные. Это насыщенные и ненасыщенные жиры. А ненасыщенные жиры на поле, ненасыщенные, мононенасыщенные жиры, которые необходимы, чтобы мы получили с продуктами питания. Это, как правило, такие продукты питания, как, например, растительные масла, орехи. Это может быть красная рыба. То есть концентрация омега-6 и омега-3 жирных кислот необходима для нашего организма. И поэтому продукты, богатые жирами, тоже нам жизненно важно необходимы. Есть еще одно такое направление модное о том, что нельзя смешивать углеводы, белки и жиры, лучше их разделять. Как к этому относится официальная медицина? Официальная медицина и доказательная научная база на сегодняшний момент говорит о том, что пища должна быть разнообразной. Чем она будет разнообразнее, чем красочнее будут продукты питания на вашей тарелке, тем, можно сказать, это будет здоровее и лучше. Скажем, доказательной базы раздельного питания нет на сегодняшний момент, хотя на самом деле существует такое течение, оно имеет место, скажем так, быть, но без доказательной базы. Конечно, необходимо к этому подходить очень осторожно, с индивидуальными особенностями человека. И тут очень важно, наверное, о привычке поговорить, да? Если мы говорим о традиционной кухне народа, в частности, вот наша белорусская кухня, да, вкусно, но достаточно много калорий в этой пище. Что вы вот скажете в плане приверженности? На самом деле это тоже один из мифов, потому что если мы проведем такой исторический ракурс и посмотрим белорусскую национальную кухню, то с точки зрения полезного питания она будет идеальной. То есть наши предки употребляли очень большое количество сезонных овощей и фруктов, таких как капуста, репа, бобовы, морковка. То есть они являлись кладезью всяких витаминов и минеральных веществ. Кроме того, очень распространенным был ржаной хлеб, который наши предки выпекали на закваске. Скажем так, 150-200 грамм ржаного хлеба рекомендовано для всех здоровых людей, как источник сложных углеводов, минералов. Также были очень распространены растительные масла, такие как льняное и конопляное. А это является тоже источником омега-6, омега-3 жирных кислот, витаминов Е. Наши предки активно употребляли каши, различные зерновые культуры. Соответственно, это тоже вкладывается в понятие здорового питания и было очень полезно. Ну и, конечно, строгое соблюдение постов помогало им не злоупотреблять мясными продуктами. Такая болезнь, как подагра, называлась еще панской болезнью, потому что болели, как правило, люди достаточные. Поэтому, скажем так, классическая, традиционная белорусская кухня, она идеальна с точки зрения нашего правильного питания. Но другое дело, конечно же, о количестве продуктов. То есть умеренности необходимо придерживаться концепции умеренного потребления. То есть важно то количество продуктов, которые мы съедаем. То есть если мы будем придерживаться золотой середины, то нам не страшна будет никакая кухня. Ну и говоря о питании, нельзя обойти вопрос потребления жидкости. Скажите, пожалуйста, сколько жидкости должен потреблять человек, когда, в какое время принимать ее? Да, водный режим очень важен, скажем так, немаловажен в рациональном здоровом питании. Вода является универсальным растворителем в нашем организме, является переносчиком важных веществ, кислорода, питательных веществ, минеральных. Кроме того, участвует в химических процессах наших клеток, терморегуляции. Поэтому очень важно пить именно воду качественную. То есть никакие другие напитки, будь то кофе, чай, компот, не могут заменить чистую качественную воду. Потому что, скажем так, условно эти напитки мы можем отнести все-таки к категории еда. Они имеют какой-то определенный состав, энергетическую ценность. Нашему организму для поддержания его жизнедеятельности необходима чистая вода. Сколько? Это да. Такой вопрос, скажем так, с одной стороны, сложно, потому что в настоящее время огромное количество информации по этому поводу есть. Необходимо, конечно, учитывать индивидуальные особенности состояния здоровья человека, наличие или отсутствие хронических заболеваний, рода, профессиональной деятельности, физической активности и даже пары года. Но, скажем так, такой физиологической нормой считается 30 мл на килограмм массы тела. То есть каждый из вас может посчитать, умножив килограмм массы тела на 30 мл и получить то количество, которое необходимо выпивать. Конечно, если у человека не сформированы правильно пищевые привычки, это может показаться очень сложно. И это надо прививать и вводить равномерно. То есть в течение дня равномерно выпивать этот объем воды. Как правило, утром натощах 1,5-2 стакана воды употреблять. Это таким образом наполнит нас энергией, зарядит на весь оставшийся день. Если у человека есть проблемы с лишним весом, то рекомендуется также употреблять за полчаса до приема пищи стакан воды. Я сейчас предлагаю выслушать ответы наших ребят на первый вопрос, который для них прозвучал. И напомню, что он был о тех шагах, которые были сделаны в диетологии, кому принадлежат, может быть, какие-то открытия. Кто будет отвечать на этот вопрос? У меня есть несколько интересных фактов и имен в ответ на ваш вопрос. Прежде всего, мы должны понимать, что диетология – это составное направление такой большой медицинской науки. Диетология базируется на таких медицинских дисциплинах, как нутрициология, эндокринология, физиология и ряд других. Поэтому люди, которые развивали диетологию и двигали эту науку вперед – это прежде всего ученые, которые в той или иной степени связаны с медициной. Нельзя не упомянуть имя известного русского физиолога Ивана Петровича Павлова, который разработал и внедрил основные законы пищеварения, а также открыл условно-рефлекторный механизм деятельности пищеварительной системы. Стоит отметить, что труды именно этого ученого легли в основу формирования научной базы диетологии. Также важный вклад внесли русские клиницисты Боткин, Захарин, Остроумов, которые применяли диету как составной компонент лечения своих пациентов. Они уделяли ей точно такое же внимание, как и выбору лекарственных препаратов или физиотерапевтических процедур. 1922 год знаменателен для диетологии тем, что именно в этот год русский врач Манил Исаакович Певзнев разработал теоретически и внедрил практически основные типы специальных диет для пациентов с определенным типом патологий. То есть для пациентов с сахарным диабетом он рекомендовал один рацион, для пациентов с болезнью печени или почек совершенно другой. Люди, которых мы обсудили, они внесли действительно огромный вклад в формирование диетологии как научной дисциплины. Они просто построили базу для этой науки. Ну что ж, Рома, спасибо большое. Очень такой полный, грамотный, интересный ответ. Ну а сейчас для вас уже готов второй вопрос. Внимание на экран. Мода на красивое тело все-таки победила. Правда, не без жертв. В 1896 году появляются первые средства для быстрой потери веса. В основном слабительные и мочегонные. Но были среди них и по-настоящему опасные вещества. А какие? Это вопрос для вас. Ребят, для вас прозвучал второй вопрос. Готовьте на него ответ. А мы пока продолжим наш разговор. Марина Анатольевна, кто-то из мудрецов говорил, что кто знает миру, тот знает все. И сейчас такая очень важная проблема, которая стоит перед нашим населением в том числе. Статистика, которую озвучивает Минздрав, это ожирение. Ожирение среди детей, среди молодежи. Не секрет, что каждый третий имеет избыточный вес. Насколько вообще эта проблема действительно серьезная для нашей вот страны? И для нашей страны, и для всего мира детское ожирение является сейчас достаточно большой проблемой. главной причиной называется все-таки дисбаланс энергетический, то есть избыточное потребление пищевого рациона, ну и низкая физическая активность. Конечно же, существуют и другие причины, и факторы риска, которые способствуют ожирению. Это могут быть генетические или наследственные факторы, заболевания эндокринной системы, например, гипотиреоз или избыток гормонов надпочечников. Это может быть нарушение режима дня, нарушение сна у детей. То есть ряд других причин. Но, конечно же, проблема очень большая, так как детское ожирение может привести к развитию взрослого ожирения, инвалидности и даже смертности впоследствии. Что, в свою очередь, может сопровождаться такими симптомами у деток, как одышка, преждевременное развитие различных признаков сердечно-сосудистой патологии, инсулинорезистентности, также частыми переломами различными и, конечно же, рядом психологических проблем, с которыми сталкивается подрастающее поколение и молодежь. Все-таки какие специалисты должны первыми обратить на это внимание и как дальше цепочка специалистов вот в этом вопросе состоит? На самом деле, к этому вопросу надо подходить очень взвешенно и комплексно, потому что необходимо выявить причину лишнего веса. То есть если мы говорим о какой-то конкретной причине, то первыми, конечно же, будут врачи-педиатры, либо врачи-терапевты, врачи-эндокринологи, даже акушер-гинекологи, ну и как и тяжелая артиллерия, это уже могут быть пластические хирурги. Если мы говорим про коррекцию рационов питания, про рекомендации правил питания, то тут, конечно же, врачи-диетологи, врачи-нутрициологи, специалисты в области здорового питания, врачи-гигиенисты, врачи-волеологи, ну а если, конечно же, как правило, эти проблемы могут сопровождаться нарушением пищевого поведения и психологическими проблемами, то очень хорошо, когда в комплексе с этими специалистами еще будет работать психотерапевт, либо психолог. На различных интернет-ресурсах есть разные средства, рекламируются быстрого похудения, обещают нам за две недели сбросить 20 килограмм. С точки зрения медицины, насколько это хорошо, или наоборот, плохо такое быстрое похудение? На самом деле, конечно же, это маркетинговый ход, скажем так, как гласит известная поговорка, без труда не вытянешь рыбку из пруда, да. То есть процесс снижения веса очень комплексный, скажем так, трудоемкий, длительный, а резкая потеря веса может привести к серьезным, необратимым последствиям со стороны состояния здоровья, поэтому к этому надо подходить очень взвешенно и грамотно. То есть это может сопровождаться банальными какими-то признаками, как дряблостью кожи, появлением растяжек у людей, поэтому люди, которые, скажем так, на пути к своему стройному идеальному телу, должны в комплексе использовать еще и процедуры, скажем так, как физиотерапевтического плана, массажи. Кроме того, конечно же, резкое снижение веса тела может привести к развитию сердечно-сосудистых заболеваний, ну и другого ряда патологий очень несерьезных, да, то есть вплоть до смертельных случаев. Если бы, наверное, существовала таблетка такая быстрая для быстрого похудения, наверное, мы бы сегодня уже говорили о другой проблеме, и у людей меньше было бы головной боли. Но, тем не менее, нет такой, наверное, одной таблетки, и это действительно, как вы и сказали, очень длительный и комплексный вопрос. Скажите, пожалуйста, все-таки прием ослабительных, мочегонных средств, что чаще всего используется, насколько это опасно для организма? Ну, скажем так, распространено, особенно среди молодежи, прием ослабительных средств, мочегонных средств – это, скажем так, очень опасное мероприятие. Скажем, прием любых ослабительных мочегонных средств может быть только по показаниям врачей, только. То есть в чем опасность для состояния здоровья заключается? То есть мочегонные средства, ослабительные, вымывают из нашего организма жизненно необходимые элементы – натрий, калий, кальций, магний, хлор. Это может привести к очень тяжелым последствиям для организма. Например, если нарушается электролитный баланс со стороны натрия и калия, кальция, то это может в первую очередь привести к тому, что страдает наше сердце. То есть миокард. Нарушается проводимость миокардия, ритм сердечного сокращения может приводить к тому, что возникает аритмия и вплоть до остановки сердца. То есть что касается других последствий, это могут быть тахикардия, например, либо со стороны даже вплоть до судорог, цианоза, да, то есть и даже до припадков эпилепсии. Мария Анатольевна, я предлагаю сейчас выслушать ответ наших ребят на второй вопрос и напоминаю, что он был о том, чем опасны различные диеты и к каким последствиям они могут привести. Вероника, наверное, будет отвечать, да? Да. В первую очередь стоит упомянуть о том, что снижение веса с помощью лекарственных препаратов в принципе не может считаться безопасным. Однако среди всего большого спектра препаратов, представленных как в аптеках, так и в сети интернет, есть несколько наиболее опасных, которые могут привести вплоть до летального исхода. В первую очередь стоит упомянуть о тайских препаратах, это мишки, лида. Данные препараты позиционируются как растительные вещества, поэтому вызывают доверие у покупателей. Однако в своем составе они содержат наркотическое вещество по своему механизму действия, сходное с амфетамином. И при длительном приеме вызывают не только привыкание и зависимость, а также может приводить к развитию тяжелых расстройств личности у пациентов. Следующий препарат – это динитрофенол. О данном веществе стоит упомянуть отдельно, так как главным компонентом этого препарата является средство для борьбы с сорняками. И по сути этот препарат является ядом. Однако каким-то образом он все-таки просочился на рынок лекарственных препаратов. И при длительном приеме он приводит к таким осложнениям, как облысение, поражение кожи и тяжелые расстройства пищеварительной системы. Также зафиксированы летальные исходы при передозировке данным веществом. И отдельно стоит упомянуть о самом распространенном в сети интернет и среди желающих быстро похудеть препарате – это флоксетин. Препарат, который вызывает такие побочные эффекты, как тяжелые расстройства личности, психозы, нервозы различного генеза. А также он приводит к возникновению хронических болей в мышцах и суставах. Поэтому любое лечение ожирения с помощью лекарственных препаратов должно проводиться под контролем врача. И никак иначе. Наша встреча подходит к концу. И мне хотелось бы для наших телезрителей общей рекомендации. Как все-таки поддержать себя в форме и в то же время правильно питаться? Марина Ивановна. Ну, главная, наверное, рекомендация – все-таки стараться регулярно придерживаться правильного и рационального питания. Выполнять, найти свой любимый вид физической активности. Будь то плавание, какие-то виды фитнеса, танцы, или, может быть, просто пешие прогулки. Но физическая активность нашему организму просто необходима. Конечно же, пить достаточное количество воды, следить за своим водным питьевым режимом. Избегать стрессов, общаться с позитивными людьми, находить себе новое увлечение, хобби. Своевременно приходить на прием к врачу, то есть и обследовать свое состояние здоровья, посмотреть на свой образ жизни, возможно, искоренить какие-то вредные пищевые привычки, пользоваться какими-то полезными трекерами для этого. То есть посмотреть вообще в целом на свой образ жизни и что мы можем изменить и подкорректировать. И таким образом мы сможем сохранить наше здоровье на долгие года. Спасибо большое, ребята. Марина Анатольевна, я напоминаю, что сегодня в нашей программе о нюансах правильного питания мы разговаривали с врачом-гигиенистом, старшим преподавателем кафедры общей гигиены, экологии и радиационной медицины Мариной Анатольевной Чайковской. Помогали нам двое студентов Гомельского государственного медицинского университета Вероника и Роман Булавко. Берегите свое здоровье сегодня, чтобы не жаловаться на него завтра. И до новых встреч в программе «Тело человека». Редактор субтитров А.Семкин